Класс! Класс! Слушайте, я обожаю соревнования и абсолютно не умею проигрывать. А похлопайте, кто не умеет проигрывать. Так, я видно, как вы хлопаете, я лучше хлопаю. Ага, я победил. Так вот, я очень азартный человек и у меня это с рождения. Знаете, даже когда я родился, мне достал акушер, взял мою пуповину, достал ножницы, я достал камень и выиграл. Потому что я постоянно соревнуюсь. Правда, я обожаю соревноваться, я обожаю побеждать, не умею проигрывать. У меня есть 7-летний брат, знаете, я играю с ним во всякие игры и я даже не думаю поддаваться вообще. Я его прям дрючу. Я вообще ему не поддаюсь никогда, чтобы вы понимали. Я начинаю его обучать новой игре, только для того, чтобы уничтожать его там. Потом у него начинает получаться, я обучаю ему новой игре. Сразу эту забыли. Правда, я вообще ему никогда не поддаюсь. Ни разу не поддавался, правда. У нас неделю назад были вышибалов, он в реанимации сейчас, чтобы понимать. Вообще у детей еще, знаете, такие тупые игры, абсолютно дебильные, с дебильными правилами. Но ты всегда в них подключаешься, да? Всегда играешь, хочешь не хочешь. Помните такую игру в детстве у нас была? Кто родился в жопе негра, отзовись. Ладно я, ладно. Потому что тот, кто не отозвался, тот сам там и остался, понятно? Я все продумал. Я правда азартный человек, я обожаю карты, но я, мы все знаем, что карты это плохо, да? Это не реклама, ни в коем случае. Вам, кстати, не смущает название карточных игр, да? Они сразу какие-то злые, типа там дурак, козел, пьяница, очко, да? Я как будто перечислил всех бывших мужей Лолиты, что это такое очко? Кстати, многие путают блэкджек и очко, это разные вещи, сразу вам скажу. Я никогда не посылал человека в блэкджек ни разу в жизни, поэтому не путайте. Я еще, например, люблю покер, обожаю покер, правда? Похлопайте, кто любит покер. Вау, у нас много таких, правда? Покер это клево, да? Я, например, обожаю покер. Я каждый день в душе убеждаю, что у меня сильная рука, у меня всегда в руке пара кролей, один чуть пониже. Ладно, забыли, это все, это забыли. Еще недавно был в казино, вообще интересная штука. Я вообще не ходок по таким местам, правда, по казинам всяким. Я вообще думал, что крупье, это по-французски крупа. Я вот такой человек. Но однажды нелегкая привела меня в казино. Нелегкая, в смысле, я тогда встречался с крупной бабой. Значит, привела, привела меня в казино. Кстати, кто не знал, реально, буду вас немножко просвещать. Казино с итальянского переводится как домик, да? Видимо, поэтому я туда прихожу и уже через 10 минут в одних трусах нахожусь, чувствую себя вальяжно, как дома. В общем, у меня было с собой 2000 долларов. Я не знаю, сколько это в рублях, я не в курсе. Сейчас вообще все не в курсе, если что. Очень актуальная шутка на все времена. Хоть когда, покажите, бомба. В общем, потом решил поиграть в рулетку. Я пошел и поставил все на черное. И моя ставка сыграла. Представляете, я счастлив. Ура, ура, я удвоился, правда? Но не может два раза подряд выпадать черное, правильно? Подумал я. Я ставлю все на красное и 18 секунд я играл в рулетку, если что. Ровно 18 секунд, реально. Все, фишки кончились. Все, фишек больше нет. У меня из фишек осталась только дебильная походка. Вот, это моя фишка. Больше фишек ноль. Потом мы сели играть в Blackjack. Я допустил аншипку, на самом деле, играя в Blackjack. Ну, такую, на самом деле, незначительную, но для меня большую. Я вообще не знал правила Blackjack. Просто ноль. Но нельзя же перед, там, мужиками, да, показывать. Типа, я дебил какой-то. Нет. Я с лицом агента 007 сажусь. И мне крупье говорит, сплетовать будете? Я говорю, конечно. Потом спрашивает, Соренто? Я говорю, всегда. Он говорит, дабл? Я говорю, а когда не дабл? И вот уже через минуту я сижу на коленях у мужика какого-то в чулках одни... Это и называется Соренто. Если что, учите правила. В любом случае, казино — это плохо, правда, если вы не умеете себя контролировать. Как понять, что с казино пора завязывать? Знаете, если в продуктовом магазине перед вами стоит женщина, покупает три банана, ты думаешь, блин, подфартило, значит, у тебя проблемы. Все, завязывайте. Еще, знаете, мои родители всегда говорили, главное не победа, главное — участие. Что значит, главное не победа? Я что, не знаю, билеты на самолет покупаю? В смысле, главное — не победа. Я... Где это вообще... Где это работает? Главное — не победа. Где это правило вообще работает? В сексе? Тоже нет. В сексе тоже главная победа. Я там всегда первый. Всегда. И так и надо в это дело играть. А ты уже потом идешь в душ, доделаешь там себе почетное второе место. Я прошел секс. Я выиграл секс. Понятно? Я так и живу. Нам нужен азарт. Правда, мы все с вами азартные. Просто вдумайтесь. Человечество каждые четыре года устраивает Олимпийские игры, да, где мы болеем за наших. Ура! Вперед! Да? Потом у нас еще есть Евровидение, да, где все страны соревнуются в политике, ой, в пении, да. Где мы все... Кто лучше поет, конечно же. Еще есть футбол, где победа уж точно не главная. Конечно, конечно. Спросите любого футбольного фаната. Нет, главное — участие. Мы все азартные, потому что вторым быть не круто, да? Круто быть первым. Если речь, конечно, не о телеканалах, да? Там понятно, кто первый. Спас, да? Но правда, вторым быть не круто. Окей, Николай Второй был свержен и убит. Александр Второй продал Аляску. Петр Второй — это вообще кто? Кто это? Петр Первый, понятно, сигареты. Это кто? Вторым быть не круто. Окей, давайте так. Кто помнит свой второй секс? Это аплодисмент или он сейчас происходит? Нет. Кто помнит? Второй секс? Никто не помнит, нет. Короче, к чему я говорю? Ребята, соревнования — это нормально. Быть азартным — нормально, но в меру, да? Потому что к всему нужно подходить с холодной головой. Спасибо вам, что послушали. А я пойду за сцену. У меня там еще два соренто надо доделать. Две тысячи долларов надо еще тогда отбить. Спасибо большое, что послушали. Хорошего вам вечера. Пока-пока! Изменить внешность ради мужа? Избить любовника своей жены? Отправить интимные фото другу? Снова сойтись с бывшим? Нормально ли это? Ответы на эти и другие неоднозначные вопросы ты узнаешь в нашем новом шоу. Это «Нормально» с 19 февраля в 5 вечера. Премьера на ДНТ. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...